всем привет и добро пожаловать снова на мой канал спасибо за то что вы снова здесь за то что нашли время и решили его уделить мне посмотрев очередной выпуск новостей которые для вас приготовил с огромным удовольствием хочу сказать огромнейшее спасибо всем и каждому за то что поддерживаете меня особенно тем кто пишет много хороших благодарных комментариев поскольку это очень для меня много значит вот поверьте в последнее время появляется все больше и больше каких-то недовольных людей даже те люди которые буквально недавно писали мне хороший комментарий поскольку я не то чтобы всех на память помню но есть неки до которые запоминаю и конечно же как вы видите я стараюсь по максимуму отвечать людям но я уже говорил что я не в состоянии физически ответить всем поскольку внимание хочет получить каждый я это все понимаю именно поэтому я пытаюсь сделать так чтобы от меня получил фидбэк каждый но у меня нет лис . знаете список кому я отвечаю кому не отвечаю вот пожалуйста читая вот такие комментарии я за вас очень переживала но когда на мои комментарии не реагируют то и мне это зачем я больше не с вами удачи вам же не ухожу из общения спасибо при том что знаете почему я с акцентировал внимание именно этой дамы поскольку как раз я вот запомнил это один из тех ников которым я отвечал всегда я уверен что под ником скрывается взрослый человек но что вот за детский сад хочется сказать вот называется буквально последнем ролике мы с вами говорили на тему манипуляции да вот вам пожалуйста и здесь они начинаются называется говорил и балакал и силы то заплакал и добрый вечер приехали вы правда серьезно анна или как вас там зовут анна вы правда серьезно будете мне такое писать но у меня просто шок у меня нет слов правда как на это реагировать обижаться только потому что я пропустил ваших два комментарии или сколько я вам отвечал регулярно видите получается добра добра не ищут когда ты стараешься как-то по максимуму уделять время людям поскольку я понимаю что обратная связь это очень важно это приятно само собой но давайте будем честны неужели действительно а я уверен что вы подписаны на многих блогеров ну кто вам с такой периодичностью отвечает но я наверное могу сказать с легкостью да никто я же стараюсь ответить всем и в инстаграме и здесь каждый почему-то решил что он какой-то особенный у меня должно быть к нему особое внимание народ но это не так слава богу что на этом канале большая часть людей понимающих мудрых умных думающих и меня это спасает но вот вам она хочется сказать но взрослейте мудрейте но правда что за детский сад что за инфантилизм вам не ответили все ухожу ради бога уходите это ваше дело я не имею права никого держать но это очень странный такой поступок со стороны всех людей которые мне такое пишут уже не первый раз так что друзья я хочу сказать сразу всем кто будет подобным образом со мной пытаться вести диалог ничего у вас не выйдет поэтому сразу заранее могу сказать счастливого пути это дело ваше куда вам уходить подписываться ли отписываться я никого не гоню но и держать и никого не могу я всегда рад всем я за адекватность за понимание но если вы не понимаете ведете себя как дети но я ничего с этим поделать не могу вот вам пожалуйста друзья говори не говори а люди все равно пытаются мной уже даже здесь манипулировать это происходит и в инстаграме и здесь каждый пытается привлечь к себе внимание я понимаю вам интересен я я стараюсь уделять внимание но не нужно переходить грани его знаете какой-то адекватности нужно понимать да что есть берега за которые заходить не стоит не знаете особенно понравилось как мне там писали некоторые я смотрю все твои ролики мне так все нравится я ровой как приятно спасибо большое там скидывают какие-то новости а вот это говорю очень интересно потому что эти новости были два дня назад в одном из моих роликов вот называется вам пожалуйста как они смотрят но я понимаю что не все смотрят полностью выпуск это все нормально кому-то что-то интересное неинтересно я же не могу заставить так же как я не могу заставить людей там вести какие-то долгие переписки многие там упрекают вот что это у вас тут только вам хорошие комментарии пишут и ничего по делу нужно обсуждать ну кому нужно тут обсуждает ведь здесь свобода понимаете каждый выражает свое мнение как он хочет но я хочу сразу сказать еще раз на волосы ты как говорят на стране манипуляции со мной не работает я всем рад но если бы посчитали нужным уйти только потому что я не ответил на один из ваших комментариев но мне вожать честно мне искренне вожать потому что взрослые люди себя так не ведут если я не прав то пожалуйста можете возразить мне но мне кажется что я говорю абсолютно такие банальные простые понятные вещи которые мне казалось бы должен понимать каждый взрослый человек а ведь у меня здесь на канале достаточно взрослую аудиторию у меня нет здесь прям каких-то школьников жену есть но очень мало в основном это взрослые люди и я больше чем время что вот под такими никами скрываются достаточно взрослые люди и странное такое поведение но скажите что я не прав слава богу что на этом канале все-таки больше людей хороших за что я вам очень благодарен а еще у меня новости по моей кошки значит она у меня дамочка очень интересная она в последних несколько дней перебралась жить на кухню у нее бывают такие настроения когда она хочет видимо уединение собственного какого-то личного пространства то ее не выгонишь из комнаты понимаете а теперь не загонишь она демонстративно живет уже третий день на кухне никуда не выходит кстати буквально недавно приехала и покрывала которая была у той приятельницы которая за ней присматривала забыли забрать одно покрывало сейчас вот я его постелил и она довольная счастливая но видите у кошек тоже бывают свои любимые подушки покрывала она теперь успокоилась но живет на кухне не знаю какая-то революция у нее ну я уже привык к этому эти кошечки понимаешь вот видите и кошка мной пытается манипулировать везде манипуляторы друзья манипулируют на улице манипулируют подписчики некоторые манипулируют и кошка уж к это единственное кому я могу это простить всем остальным простите нет поэтому друзьям давайте все таки будем взрослыми адекватными рассудительными и относиться ко всему с пониманием и да все те кто иногда мне пишет займись делом я и занимаюсь делом а если вы думаете что это так легко и просто попробуйте сделать подобный ролик и мы с удовольствием посмотрим и оценим и вы тогда поймете что любой труд нужно уважать а если вам здесь не нравится ну как говорится зачем же раздражаться вот так вот в общем так найти надеюсь на этом с манипуляциями мы закончим им не будем больше к этому возвращаться очень хотелось бы чтобы все подписчики как можно больше меня услышали и поняли что со мной это все не работает но теперь мы переходим к самим новостям я всем как всегда желаю хорошего настроения чтобы все были здоровыми и конечно же приятного просмотра но перед тем как начнете смотреть не забывайте ставить палец вверх лайк и конечно же подписываться я все еще вас здесь жду и даже всех тех кто там спылил обиделся я человек отходчивый наверное это очень даже неплохо мне это кстати помогает я не обижаюсь я все понимаю прощаю закрываю глаза на многие вещи но только я не позволяю садиться мне на голову у меня как говорится где сел там и вокзал приехали называется поэтому не думайте что кто-то из вас очень хитрый умный сможет как-то меня обдурили это все чувствую быстро пресекаем но в общем все переходим к самим новостям кстати я буквально недавно посмотрел выпуск у ивана урганта в котором появился максим леонидов я думаю многие знают кто этот певец у него был юбилей 60 лет вы знаете я когда его увидел и сказали цифру 60 я не поверил насколько же он круто выглядит вот это знаете тот случай когда просто хочется прямо вот сказать ну молодец правда это такая большая редкость когда знаете мужчина в 60 но это не так прям много но сами знаете как многие мужчины выглядят и при себе знаю и в 30 и в 40 и в 50 тут как говорится дожить до 60 уже чудо а выглядеть так потрясающе вообще восторг поэтому максим леонидов конечно это хороший пример для подражания и пусть у него все будет хорошо слава каминская презентовала свой мини альбом под названием имя твое в него вошли 8 треков в том числе авторская песня славы не трать мое время это первая пластинка славы после распада группы не ангелов хочу подзаметить что очень хорошей группы не ангелов мне они очень нравились но надеюсь что у них все получится и в сольном плавании так что если на этом канале есть поклонники славы каминской у вас есть прекрасная возможность насладиться ее первым мини альбомом и конечно оценить говорят там очень неплохие песни егор крит и певица максим выпустили совместно дуэт вот это вот конечно неожиданный поворот но они не сделали ничего нового они так скажем реанимировали или освежили песню я не могу дышать песни максим сделали ее вдвоем с егором критом я послушал неплохо неплохо молодцы меня просто знаете немножко неожиданно максим егор крит как-то они меня вместе не лепятся но по крайней мере неплохо все-таки песня максим сыграла свою роль поэтому кто слушал делитесь своими комментариями но немного беременной рианы вам в ленту посмотрите какая же она счастливая радостная прекрасно выглядит как всегда очень эпатажная на презентации очередного своего наверно какого-то бренда красотка красотка совсем уже скоро станет мама это прекрасно посмотрел я новый клип успенской на песню фартовая мы же там ждали что люба будет оголяться показывать все свои прелести после пластики и так далее но люба не разделась ли я чего-то не заметил как было заявлено изначально зато в клипе у себя собрала огромное количество медийных лиц там и певица слова было какие-то блогеры илюся чаботина если они путаю вроде тоже там было и даже макеева макеева точно не мог ни с кем спутать но что сказать песни и клип про любу фартовая королева шансона после слова королева уже наверное пишет свой очередной гневный пост где-то ирина понаровская но вы помните да как она относится ко всем кто называет себя королями королевами императорами и так далее в общем песня такая особо если честно мне не зашла ну люба молодец как всегда цветет и пахнет кайли дженнер назвала своего сына волком вулт вебстер вот такое вот необычное имя выбрала она для своего сыночка но я не знаю может быть в америке это в порядке вещей это имя очень популярное просто я не оттуда мне сложно судить но имя волк как-то ну окей главное чтобы родители были счастливы и ребенок был здоров дима билан выкатил очередной пост у себя в инстаграме написал после того как мне прислали полотно новостей о моей скромной персоне о моей скромной персоне обхохотаться можно которых я типа на его л и так далее решил на эту тему отсчитаться пришел второй отрицательный тест я здоров только есть у этого штамма абсолютно странные побочные остаточные явления такие как рассеянность температура голос порядке даже лучше слабость неконтролируемая после обеда нервы немного сдают но как сказала гузеева я не виноват так что вы поняли друзья теперь все люди которые будут на вас срываться у них есть замечательный такой железный аргумент это все модная болезнь ее последствия гузеева сказала что она стала психопатка теперь все можете на кого-то налетать и говорить что это все не я так что вы должны меня жалеть и принимать но каждая придумывает себе все что угодно я не знаю может быть действительно так есть у каждого как говорится свой индивидуальный организм я не могу здесь утверждать у меня точно нет таких исследований я не врач но мне кажется что люди которые срываются это просто связано с чем-то другим я так подразумеваю и скорее всего это просто люди которые не имеют себя контролировать ну или на чем-то сидят или просто характер такой так бывает есть люди которые очень импульсивные взрывные чуть что сразу начинают орать я таких тоже знаю поэтому тут никакая модная болезнь и не модная ни при чем так что он друзьям берите себе лайфхак на заметку от гузеевой есть замечательная отговорка на все случаи жизни и тари тут беридзе прервала молчание допинге камилы валиевой и вот что она сказала очень противоречивая сложная ситуация возникла хочу сказать что абсолютно уверена в том что камила невинна и чисто для нас это не теорема аксиома это не надо доказывать понимаю что есть какой-то протокол действий без которых не обойтись мы не бросили спортсменку ни в коем случае мы с нашими спортсменами и в беде и в радости до конца непонятно почему спортсменку с сомнительным допингом 25 декабря допустили на олимпийские игры или это роковое стечение обстоятельств или это очень грамотно спланированный план не знаю и то и другое надеюсь наши руководители нас не бросят и отстоят наши права и докажут нашу невиновность сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений по камиле валиевой мы боимся любых высказываний чтобы не нарушить не навредить не знаю кто и что там решает но надеюсь справедливость как-то восторжествует вот собственно прямая речь и перри тут берет забыла именно такой но и напомню что 14 февраля все это решение будет уже официально заявлено так что друзья держите кулачки за свою любимую спортсменку но немного красоты на этот раз у нас сказочный лес корчи или корчи в общем это албания посмотрите на эту красоту как будто реально это все узнаете компьютерная графика и так не может быть это невероятно красиво обалдеть очень восторг павел прилучный тут недавно выкатил пост у себя в инстаграме посвятил он вам мирославе карпович значит зачитывая сегодня пятница по моему расписанию день добра делать добро это не только помогать кому-то финансово но и делать что-то полезное вспомнить добрым словом своего наставника написать что-то приятное старому другу позвонить маме или бабушке мы часто забываем делать простые но трогательные вещи а люди уходят бесследно и потом им уже ничего не скажешь ничего для них не сделаешь мне повезло в моей жизни много хороших людей готовых прийти на помощь но сегодня хочу сказать теплые слова в адрес человека который очень помог мне сложный период поддержал и был рядом несмотря ни на что я хочу сказать спасибо мирославе карпович она замечательная девушка искренняя добрая чуткая внимательная еще очень хочу попросить всем кто подписан на меня и будет читать эти строки давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес она этого совершенно не заслуживает если вы не знаете человека лично не делайте поспешных выводов как вы можете обсуждать и осуждать человека не зная что происходит у него в жизни мира несет в этот мир много добра помогает тем кто в этом нуждается вот такой вот неожиданный пост выложил павел прилучный и я даже не знаю как на это реагировать знаете его можно по-разному трактовать как будто он просто пытается действительно оградить свою любимую что он таким образом хочет выразить ей поддержку чтобы люди перестали ее хейтить или это знаете такое красивое расставание я не знаю время покажет что это значит как вы думаете ваши варианты пишите но в любом случае павел молодец красиво написал я не знаю сам не сам но по крайней мере я думаю мирославе будет точно приятно но вообще и как вы знаете я против хейта 11 февраля исполнилось 53 года прекрасная роскошная актрисе дженнифер энистон но выглядит потрясающе посмотрите как всегда хороша рядом с ней кто конечно ее подружка рис вы зерстон я эту рис фамилию еле-еле выговариваю знаете мне к логопеду нужно записаться очень сложная фамилия давайте поздравим с днем рождения к роскошную красавицу дженнифер энистон ну и вот посмотрите кто у нас тут какая парочка алаиста удар очка алена блин в объятиях и нет ляши новой чтобы вы думали аленушка пришла к ней на разбор это и исцелила излечила в общем все там сделала так что у алена теперь будет все замечательно то собственно что я вам и говорил там где алена там искать правду просто бессмысленно и и там не может быть интервью было заказным вот очередные подтверждения то они там изображали каких-то таких типов разгневанных дам которые готовы были друг другу там расцарапать лицо и над лешиного там и оскорбляла и аленка улыбалась все это был какой-то дешевый спектакль потом интервью куда-то исчезло если честно не знаю появилась она не появилась алена считает что это было самое скандальное интервью на мой взгляд это вообще не так алена собственно во всем стабильно как всегда всем подлизывается всеми дружит но и самое главное кстати я хочу заметить если может многие не знают она очень хорошо подлизывает они лорак наверное так мечтает чтобы они лорак пришла к ней на интервью мне было бы конечно интересно несмотря на то что это будет алена блин я думаю вряд ли они лорак пойдет а уж после того интервью бориса корчевника наверное они лорак вообще больше не пойдет ни на какие интервью потому что если она открывает свой рот она может ляпнуть лишнего потом сами помните какие последствия хотя я хочу сказать что это было очень правильно я рад что она тогда пришла на это самое скандальное интервью которое мы наверное будем помнить всегда комментируйте ваше отношение к аленушке блины к всей этой абсурдной ситуации уж чем уверен что вся эта вымышленная жизнь которую демонстрирует нет лишь иного это всего лишь навсего очередная показуха которую даже делают мои многие знакомые это все не по-настоящему обычно люди у которых действительно все классно все у них там достаток деньги выше крыши красивая жизнь они это все тщательно скрывают ни в коем случае не выпячивают потому что им это просто не нужно а вот такие люди как и на не имеющих ничего пытаются создать иллюзию чтобы мы все в это поверили но мы слава богу здесь адекватные и в это конечно же не поверим правда на нетфликс вышел сериал изобретая анну русской мошенницы они сорокиной обмануши богатейших людей нью-йорка на миллионы долларов она представлялась богатой наследницей брала кредиты не возвращала долги мне это что-то прям напоминает про историю с мошенником из тиндера но на этот раз про анну так что друзья я обязательно посмотрю и вам рекомендую я думаю это будет очень интересно документалка на реальных событиях изобретая анну леди гага запрещена в китае но пользователи местных соц сетей все равно возмутились что ее не номинировали на оскар фильм том гуччи нельзя было даже посмотреть на театре с 2016 года контент с певицей запрещен китайскими властями и вот здесь вот я немного не понял а за что так с леди гагой что она им сделала почему они и там запретили не на китай вообще как бы отдельный мир у них там свой интернет все свое если честно не поняла что им сделала виде гага может кто-то мне просветит потому что я не в курсе австралия признала куала исчезающим видом все из-за лесных пожаров и рубки леса и болезни по оценкам природоохранных организаций стране осталось не больше 80 тысяч животных когда власти оценивают популяцию 180 тысяч особей ну теперь значит нужно что-то с этим срочно делать вообще телесные пожары это ужас конечно тиндер внедрит функцию свидание вслепую пользователи смогут пообщаться не видя фотографии друг друга после короткого диалога они решат поставить ли лайк собеседнику при взаимной симпатии участники участник увидит профиль человека с которым он общается функция уже доступна в сша компания обещает внедрить ее по всему миру в ближайшие недели хочется спросить а зачем с учетом того что у нас вот прям свежая история с мошенником из тиндера мы как удалось бы видим людей и они нас обманывают а тут вообще свидание вслепую не знаю мне такое неинтересно вы бы хотели свидание вслепую я точно нет у меня такой был опыт неоднократно когда ты переписывался не знаешь как человек там выглядит приходишь и кошмар был каждый раз ты был кошмар я себе сказал никогда в жизни никогда но немного про оксану самой лаву и про ее там розыгрыши и так далее все что она там вытворяют значит вот собственно чтобы много не болтать отзыв подписчицы самой лавы и которые выиграли якобы 100000 вот собственно послушайте и прокомментируйте в очередной раз это поможет нам с вами убедиться что все это мошенничество по-другому я это назвать не могу очень много писем по поводу этого розыгрыша смотрите я выиграла на сайте 100000 но деньги мне не прислали единственным условием было о том что я должна эмоцию выложить с отметкой в stories их сайта и саму оксану поэтому пока мне никто никто не присылал выигрыша у меня нету и многие например пишут о том что правда реально я не знаю правда это или нет типа дальнейшие действия мы вышли вам на почту пока ничего нету буду держать в курсе вас маруф предлагают выгнать из украины за нелестное высказывание по поводу шоу-бизнеса ну и как я собственно и говорил буквально недавно мы зачитывали с вами тот пост который она написала я тогда сказал что это большая ошибка потому что люди так знаете как оголенные провода им только дай зацепиться им даже не нужно давать зацепиться это я замечаю даже здесь у себя на канале здесь есть такие люди которые пытаются все время вот найти какой-то подвох там где его нет они ищут где бы я споткнулся чтобы меня уколоть как будто вы знаете у людей вот все что им жизни нужно это вот питаться какой-то вот негативом прийти нагадить что-то вот такой но есть такие люди ну а тут еще и маруф понимаешь масло в огонь подвела но вы помните что она говорила повторять не буду ну в общем после этого теперь хотят ее вообще выгнать из украины алла пугачёва прервала молчание решила ответить на все эти слухи на все те обвинения которые в последний адрес ее сторону летели один за одним ну как вы помните одна из последних было это ирина понаровская которая назвала ее деревней живущей в замке ты вот алла пугачёва своей такой манере решила ответить не прямо так завуалирована но мы-то с вами понимаем что это был ответ в первую очередь ирине понаровской и всем остальным собственно слушайте и комментирую дорогие мои друзья меня все время спрашивают почему я не реагирую какие-то дурные высказывания мой адрес я просто знаю одно правило не надо мстить подлым людям надо быть просто счастливы и они этого не переживут всего вам хорошего попалась мне вот такое вот интересное видео я сначала не понял это все по настоящему ли ты какая-то постановка но вот собственно тут прям филипп киркоров фантомас разбушевался орет матом на всех кроет сказал да мне и так гостяк ну я постараюсь запекать послушайте да называется почувствовать разницу филиппа который всегда улыбается всех любит а тот вдруг такой характер не говорю фантомас разбушевался сейчас пух и перья полетят это все и вот сразу резко такой контраст а вот уже наша цыганка а за собственно в присущем ей в своей манере разгуливает весь такой яркий ипотажные колеровый вот значит что да получается на камеру мы все такие хорошие а потому что скажут что тоже переболел модной болезнью и я здесь ни при чем ох и киркоров но прям вообще я не знаю как вы думаете вот ролик там где он орал матом это постановка была или это по-настоящему но что-то мне подсказывает что-то реально он так общается потому что я часто такое слышал это не новость ну и самое громкое событие важное такое которое произошло в украине это национальный отбор на евровидении 2022 в турин в италию поедет от украины алина паш она набрала 8 баллов от членов жюри и 7 баллов от телезрителей я смотрел буквально последний вот этот момент голосования как там все это происходило конечно там столько всего произошло экран там погас микрофон не работал в общем на листочке не там считали ведущий тимур мирошниченко пытался объявить оценки что-то там путался что-то как-то странно это все выглядело но самое главное что алина паша выиграла поедет она с песней представлять украины если называется тени забытых предков я послушал мне очень понравилось кстати я послушал всех участников каждый по-своему уникальный прикольный но вот алина паш на мой субъективный взгляд мне все-таки казалось таким очевидным явным победителем в принципе я уже до этого говорил что скорее всего она и поедет вот собственно так и произошло конечно я читал комментарии людей которые в прямом эфире там писали господи ее там бедной и проклинали вот в очередной раз не могу понять людям что совсем скучно заняться нечем зачем вы это делаете ну какая разница кто едет но едет человек представлять нашу страну ну давайте поддержим человека нет нет нужно же написать кучу гадостей чтобы она там была я даже не хочу это все повторять ну и самое главное как только шоу закончилась начался скандал а все из-за чего потому что участники группа к ложь пригрозила суспильному судом за фальсификацию результатов финала группа к лучше так понимаю не заняли второе место в целом второе место в результатам членов жюри и голосование зрителей но по зрительскому голосованию к ложь были на первом месте ну и собственно они считают что это все было фальсификация что все их там обманули что алины паш не было 7 баллов скорее всего у нее их там меньше ну и в общем устроили там шоу программу пытается разобраться в общем как вы понимаете ни один национальный отбор ни один конкурс не может пройти тихо спокойно чтобы все были довольны я понимаю что у каждого свой вкус каждому хочется чтобы поехал его любимчик но мы с вами должны понимать что победитель только один а на евровидении будет 40 чем-то страны там тоже выиграет только один и будет куча недовольных и вообще нужно к этому всему относиться спокойнее но в общем кал уж пытается таким образом то ли хайповать то ли на полном серьезе пытаются отстоять и считают что это все было фальсификация хотя на мой субъективный взгляд повторюсь алина паш была на голову выше всех остальных хотя я изначально был за роксолану но когда я послушал ее живое исполнение меня но сильно не впечатлило вообще конечно ставки были на был боя или алина паш но в итоге видите кал уж и алина паш но все-таки это ли на пашку кто смотрел национальный отбор как вам песня как вам выбор от украины я буду поддерживать достойная песня мне нравится что алина в этой песне звучит по-разному даже рэп зачитала это очень круто необычно там и этника в общем такой знаете всего много и очень все это достойно прозвучало но я знаю что многие сейчас не согласятся я готов пишите ваши комментарии клана кока купила собственную квартиру москве так что она теперь москвичка с чем ее можно поздравить молодец я всегда конечно рад за людей я правда вот знаете радуюсь когда молодые люди так рано сами зарабатывают себе на квартиру на все вот молодцы ну что тут хочется сказать конечно на после истории с монеточкой не стала говорить где она живет видимо не хочется есть чтобы также к ней прибежали туда ее же поклонники я все это понимаю это как бы обратная сторона известности но как говорится все тайное рано или поздно становится явным поэтому это лишь вопрос времени если они захотят обязательно узнают но можете поздравить свою любимую певицу клаву коку если есть здесь ее поклонники она молодец теперь со своей квартирой на выходных ночью джастин бибер устроил автопати после своего концерта среди приглашенных гостей было очень много знаменитостей к дженнер дрейк леонардо дикаприо клой кардашьян джефф безос тот самый за которого мост будут разбирать в общем очень много людей но к сожалению вечеринка не могла продолжаться до утра все из-за того что около трех часов ночи гости вечеринки стояли на улице возле клуба как рядом началась драка после чего там достали то из чего вылетают патроны как вы знаете в америке разрешено оружие к сожалению я категорически против этого всего но и в общем несколько человек раненых вечеринка закончилась вот такой вот история это просто шок я честно говорю каждый раз когда узнаю такие новости у меня волосы дыбом становятся на серьезную когда это закончится пока что непонятно что там и кто это все начинал но тем кто стрелял удалось сбежать от полиции они до сих пор находятся на свободе вот так вот казалось бы да на вечеринке таких людей только чего там стоит джефф безос этот миллиардер один из самых богатых людей на планете земля и как так могло произойти что там извините устроили вот это вот все но самое главное что с ними все в порядке они не пострадали ну как пострадали но слава богу все живы и там ничего такого серьезного ни у кого нет союз мультфильм больше не будет перезапускать старые мультфильмы глава студии юлиана слащева рассказала что перезапуск ну погоди продолжение умки стали последними подобными проектами все остальное студия будет производить по мотивам франшиз появившихся уже после ссср так что больше старые мультики перезапускать не будут я не знаю хорошо это или плохо просто вот такая новость которая с вами поделился ну кстати кто смотрел нового но погоди я не видел как вам я просто знаете такой человек немножко старомодная вот привык в том варианте в котором оригинальном да скажем посмотрел я вот привыкаю и мне сложно потом смотреть какие-то новые ремейки современные они мне как-то вот неплохо но вот как-то не заходит но это может мое такое восприятие как вы к этому относитесь но на этом новости из мира шоу-бизнеса закончились мы с вами переходим в рубрику хороших добрых новостей но перед тем как я начну рассказывают про самое приятное не забудьте поставить палец вверх если вы до сих пор еще вдруг этого не сделали палец вверх лайк сердечко и конечно же подписывайтесь но не забывайте комментировать но теперь хорошим новостям мобильная игра спасла американки жизнь в дом к 80-летней жительнице или найса забрался грабитель и запер старушку в подвале обрезав провода телефона отобрав сотовый она провела в заложниках преступника 17 часов пока ее дочь на другом конце страны не почувствовала неладо дело в том что женщина всегда делилась с ней результатами игры в головоломку но в этот раз уведомление не пришло тогда обеспокоенная дочь попыталась дозвониться до матери не смогла и вызвала полицейских они приехали освободили маму ее и задержали налетчика вот вам и пожалуйста казалось бы мобильная игра и вот она сотворила такое чудо слава богу никто не пострадал а на этом видео бесстрашно лось объедает водителей штате mind американка возвращалась домой когда ей пришлось остановить машину за полицейских на дороге этой остановке воспользовался лось улучшив момент он направился к автомобилю и приступил к обеду оказалось его интересовал снег который не убрали с капота но после того как он покушал снега полицейские увели его в лес так что он просто милая забавная история вот этот мужчина спас другого мужчину на котором загорелась одежда старший прапорщик ехал с области на автомобиле когда заметил человека объятого пламенем ни секунды не раздумывая он бросился на помощь пострадавшему укрыл его своей одеждой и посыпал снегу оказалось одежда загорелась на мужчине во время сварочных работ слава богу что этот мужчина оказался во время в нужном месте в нужное время и история закончилась хэппи-эндом а на этом ролике вы можете посмотреть веселую игру детеныш страуса ему очень нравится играть с мячиком малыш был совсем один когда его нашли в дикой природе страуса забрали в приют для животных где он впервые познакомился с игрушками собственно можете посмотреть как ему весело он забавно играет это веселое видео и решил с вами им поделиться знакомьтесь это у нас собака художник она научилась рисовать картины и заработала на них 20000 долларов таланту питомницы по кличке иви обнаружила ее хозяйка американка давала собаки кисти и краску с двух лет это охотно опускала их от вскоре творчеством иви начали интересоваться на аукционах сейчас австралийской овчарке 7 лет но она умеет не только рисовать собака может сортировать белье снимать хозяйки куртку вытирать самостоятельно лапы и доставать пиво из холодильника что конечно очень важно вот такая вот собачка художник уже зарабатывает деньги так что не только кот степан из харькова ну кот степан конечно вообще звезда мирового уровня президент северной македонии проводил девочку с синдромом дауна в школу потому что над ней там издевались сначала он приехал в дом ребенка и пообщался о проблемах с которыми 11-летняя м было ее родители сталкиваются каждый день затем политик пошел с девочкой в школу как президент хотел повысить осведомленность о детях с атипичным развитием политик считает что они должны пользоваться не только правами которые заслуживают но и чувствовать себя равными и желанными в школах вот так вот браво президенту северной македонии а на этом видео можете посмотреть сразу трех снежных барсов их удалось заснять фотоловушки в кадр попала взрослая кошка со своими детенышами и и привезли из таджикистана в 2019 году для восстановления популяции ну как видите все очень даже неплохо идет два маленьких барса гуляет вместе с мамой котики котики как всегда мои любимые котики пропавшая кошка вернулась домой выбежал на футбольное поле во время матча игру между английскими клубами приостановили чтобы не подвергать четвероногую фанатку опасности затем кошку по кличке topsy передали в руки ветеринаров которые обнаружили кошки чип и позвонили хозяйки британка рассказала что питомец сбежала 7 месяцев назад представляете вот вам пожалуйста выбежала на футбольное поле это уже кстати не первый случай когда котики или собачки выбегают это всегда самое интересное в футболе когда котик или собачка выбегает и все начинают дружно бегать за ними молодого тюленя перевезли из плавучего доков море он давно обжил местечко и съезжать совсем не хотел однако док осушили и животному там находиться было небезопасно приморским зоозащитникам пришлось основательно побегать за юнцом несмотря на недовольство зверя поймали доставили большой воде там он напоследок посмотрел на битчиков так скажем ну и собственно отправился в освоясь и вот такие вот они животные хочется помочь они же этого не понимают в новосибирском зоопарке родился детеныш медоеда до этого момента малыши данного вида в россии не рождались вообще так что это прямо вот такое событие собственно можете посмотреть может кто-то вообще никогда не видел медоеда но и красивые птички посмотрите какие плавают в пруду слушать но и как обычно это наверное самец такой красивый вот тоже до природа наградила самцы такие красивые а самки как будто вот в общем красиво или это самка я не знаю просто не разбираюсь но красота ну прям такие краски как будто на компьютере это все сделали обалдеть на этой прекрасной красивой ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск новостей я надеюсь что он вам очень понравился вы мне об этом обязательно напишите скажите все что думаете по поводу всего что я здесь наговорил надеюсь что вам здесь хорошо это самое главное как я и говорил начале ролика я человек отходчиво поэтому друзья все мы ошибаемся на то мои люди я знаю что на самом деле вот те люди которые там писали ухожу отписываюсь они же смотрят все равно мне ну если вам хочется смотреть меня без подписки ну пожалуйста но если что помните мои двери всем открыты как это вика цыганова приходите в мой дом в моей двери открыты буду песни вам петь ну песни не буду мне куда еще петь буду вам болтать пиликать и вином угощай так что всех жду добро пожаловать всем искренне рад честно и давайте жить дружно и не ругаться мы можем друг друга поправлять критиковать но нужно это все делать деликатно тактично и грамотно чтобы не переходили на личность не истерили все это нам здесь не нужно этого хватает на всех каналах и не только на каналах по телевизору и на ютюбе не нужны мне эти стерики мне вот говорят вот слишком все сладко слишком все как-то хорошо вот нужно какой то вот так что мне теперь матом всех крыть или посылать чтобы подписчиков набрать но сорян я так не умею но не хочу и так себя вести я знаю что есть разные блогеры которые там и матом кроют и посылают и людям видимо это нравится но это не моя публика вот и все понимаете каждому свое если вам слишком сладко ну разбавьте чем-то разбавляйте включайте там другого блогера там вас пошлют сюда придете я вас пожалею и нормально такой знаете баланс баланс должен быть во всем и слишком сладко не бывает это я вам говорю как человек который любит сладкое а если человек любит сладкое он не может быть злым надеюсь что мы с вами друг друга поняли и у нас не будет больше подобных казусов самое главное чтобы все были здоровы здоровыми счастливыми любимыми как говорится мира нам всем так что друзья до скорых встреч пока пока